Суд Гонконга постановил ликвидировать китайского застройщика Эвергранде. Это одна из крупнейших в Китае строительных фирм с самым большим долгом в мире, который достигает 300 миллиардов долларов. Как сказала судья, компания, которую признали банкротом в 2021 году, не смогла предложить конкретный план по реструктуризации долга. После решения суда гонконгская биржа приостановила торговлю акциями Эвергранде, а также двух её дочерних компаний – New Energy Vehicle и Property Services. Дефолт Эвергранды признали после пропуска купонных выплат по облигациям два года назад. С тех пор рыночная стоимость достройщика упала более чем на 90%. Решения о ликвидации показывают, что китайские власти готовы пойти на крайние меры, чтобы избавиться от гигантского пузыря на рынке недвижимости. С сентября прошлого года владелец Эвергранды Групп, китайский миллиардер Хуэй Каян находится под арестом. В то же время генеральный директор компании обещает обеспечить реализацию проектов строительства жилья. Предполагается, что деятельность подразделения Эвергранды как в материковом Китае, так и за его пределами в ближайшем будущем продолжится. Причина в том, что Гонконг – это другая юрисдикция. Ликвидатору могут потребоваться годы, чтобы взять под контроль все структуры компании. В суде Гонконга дело рассматривалось в связи с иском инвесткомпании TopShine Global. Она обвинила застройщика в неуплате долга в размере 110 миллионов долларов. Дело Эвергранды нанесло удар по экономике Китая, а также подорвало доверие к китайскому рынку недвижимости. Цены на этом рынке продолжают снижаться.